И снова всем привет! Дорогие друзья, мы проходим специальный мануальный массаж. И сейчас переходим к практической части. Работаем с противоположной стороной спины. Соответственно, от ягодиц до макушки мы с этой стороны все огорели. Расправили руку вот так вниз, чтобы растянулись трапеции здесь, или даже можно отпустить ее. Потому что из шеи тут также будем работать. Голову повернули в нашу сторону, предупреждаем, и вторую руку подложили либо наверх, чтобы нам не мешал гокоть. Потому что мы движемся, чтобы лишний раз его не ударяли, не содресали человека. И я вам уже говорил, что если мы уж начали, то один блюзик у корона специалиста, это не отрывать руки от пациента до самого финала. Если мы что-то там отвлеклись, например, нам позвонили, берем телефон, отвечаем на что-то делаем. Хотя бы мы его щупаем, или какую-нибудь триггерную точку разминаем. Желательно, чтобы масло было рядом у вас всегда, а не где-то там стояло в другом конце комнаты. Либо такой карманчик, как у парикмайкеров, если знаете, масло, чтобы там было всегда под рукой. И второй принцип, еще вам плюсик, чем меньше вы бегаете вокруг стола, тем лучше. Если надо бежать, то все-таки все равно как-то массируете, что-то ему там делаете. Например, мы взяли, попили кофе, если вам надо, или что-то, и продолжаем работать, все равно не отрывая руки от пациента. Масло сколько наносить? Столько, сколько нужно. Ну, во-первых, еще один плюсик у карманных массажиста. Ничего от вас не должно на пациента падать, капать. То есть ни слюни, ни пот. Вот я повязку специально надеваю. Можно бандам надеть, можно полотенце рядом повесить. Особенно если жаркие дни. Еще дополнительно можно полотенчик повесить. Масло на него тоже мельеем, особенно если оно холодное. Когда льют масло на человека, это обычно либо индийские школы, аюрведические там всякие, у них смысл другой. Либо эротический массаж. У нас масло подогреваем, хотя бы в руках, которые мы его растерли. Только после этого наносим на человека. Размазывая столько, сколько нужно масло, чтобы не было слишком скольжения большого. Если волосяной покров у человека большой, то, конечно, побольше масла. А так у некоторых бывает впитывается оно быстрее, сухая кожа. У некоторых там можно добавить. Кстати, ловите еще лэркак. Если чувствуете, что кожа будет впитываться, вам масла не хватит до конца массажа, то добавьте все масло немножко на тыльную сторону ладони. Потому что, с другой стороны, мы не работаем, но если он где-то понадобится, вдруг, то так раз, сняли его и добавили в масло. Где тут не хватает, так раз, немножко раз и добавили. Значит, работаем всегда с поверхностью, с той зоной, с которой работаем. Туда поворачиваемся точкой дантянь. Это чакра наша вторая рабочая. Она хорошо развита у людей, кто занимается ручным трудом. Плотники, столеры, массажисты, повар, кондитер. То есть, вот подошли к этой стороне, развернулись сюда. Большую зону обрабатываем, развернулись сюда. И надо бегать, как вот некоторые вот так убегают. Потом здесь начинают мять, потом сюда пришли, тут локтем помяли. Вот эта излишняя суетливость, она отвлекает подсознание от постепенного плавного процесса. Человек начинает внутренне пугаться. А подсознание у нас, оно же, по сути, как ребенок 3-4 лет. Оно может замкнуться, спрятаться, убежать. Вы хотите провести какой-то прием более глубокий, а мы будем локтями работать. Поэтому потихонечку входим в тело, постепенно. Каждое движение у нас, где началось, закончилось, мышца закончилась, продолжаем движение здесь же. Закончилось мышца здесь, продолжаем движение там, где мы закончили. Все логистически построено так, что вы сейчас поймете, все одно из другого вытекает. И потихонечку последовательно проходит все глубже и глубже. Поскольку работаем с локтями, то заодно заранее наносим масло и на локте. Ну, начинаем мы, естественно, с разогревающих мягких техник. Я уже размазал масло. Поглаживание – это принцип 0. Пункт 0. Еще не начался даже массаж, но я уже опросил пациента, спросил, что беспокоит. Промял какие-то точки, успокоил его подсознание покачиванием. Расмазал масло. Даже можно и локтем показать, что в дальнейшем будет и пожестче работать. И теперь сами растирания. Общие. Идем от общего к частному. Поперек растирания всей зоны. Можно ехать вот такой. Ладонью можно ехать полностью, упустить ладонь. Спиралевидные поглаживания. Вот одной рукой можно и двумя сразу. Как бы нам наша цель покрыть всю зону. Если у вас ладонь меньше, чем объем тела человека, то делайте несколько проходов. Раз, проход, два, проход, допустим, три линии прохода. Три. Потом поддольные поглаживания. Вдоль всей спины. Теперь стежки. От копчика. Проходим по диагонали. Получается крестово-подвздошное сочинение. Здесь, между параллитебральной мышцей и ассистным отростком, мы стараемся проникнуть вот сюда, в такую маленькую ямочку. И вдоль этой ямочки у нас получаются четыре зоны. Раз, два, три, четыре. На четыре поддельные зоны. Потом на три. Раз, два, три. Здесь заходим вон туда прямо. Потом на две зоны. Раз, два. И потом на одну зону. В каждой зоне примерно по три-четыре стежка. По четыре лучше. Во вторая зона, третья зона, четвертая зона. Движение идет как в карате. От бедра. Если вы будете работать только рукой, у вас быстро устанет локти и кисти рук. Поэтому мы работаем корпусом. Как в карате. Вот барсок такой делаем. Быстро передаем энергию телу человека. Он быстрее согревается. Вторая рука может его либо придерживать, чтобы он не качался, либо просто как маятник на отмашку работать. Так вот, надрезаны. Надрезаны. Соблюдайте ландшафт тела человека, чтобы рука ныряла здесь, поднимала здесь и уходила вот туда. И на одну зону. Видите, сразу пошло покраснение, гиперемение. Что мы добивались? Тепло почувствовал? Вот, сразу чувствуется тепло. Закончили общее растирание. Теперь переходим к плечо-лопаточной зоне. Здесь мышцы растут вот так вот в обратную сторону. Лучами вот такими, да, треугольником. Веерно. Поэтому вдоль мышц растираем ребром ладони. Открытую ладонью. Потом одну на ребро, другую открытую. И оставили под палец голем валик вот такой. Все делается быстро, потому что это трение. Не слышен шорох такой. Ших-ших-ших-ших. Да, у нас сейчас только трение. Кинетическая энергия передается. Трение и согревает. И обратите внимание, ошибкой будет, если вы начинаете растирать так, чтобы стол качается. Видите? Стол мы не качаем ни в коем случае. Мы качаем только человек. Только поверхностно. Дополнительно, чтобы стол накачался, придерживаясь его коленями. Вот мы будем валик, соответственно, по вот эту руку поменяли руки. Еще раз мы меняли. И переходим на предплечье. Шею, вот так мягко. Висит, так же, гоним валик под большой палец. Вот, когда по шее проводим, это достаточно приятно. Добавляем элемент роллинга, когда у нас рука прокручивается вот так вот. Не меняя корпуса. Перпендикулярно. То есть теперь поперек мышц растираем. И по вот этим диагонали уходим до конца, до ягодиц. Следующая зона. Крестцово-поясничная. Быстро-быстро растираем. Можно на предплечье перейти. Вот, как почувствовать тепло, переходим на разворачивающий корпус, на ягодичную зону. Здесь мышцы растут в противоположную сторону. Вот так вот. Значит, мы продольным для этих мышц. То же самое, что с лопаткой, только наоборот. И поперек этих мышц. Переходим на локоть. Вот то же самое, что было с шеей у нас, да? Только теперь другая диагональ. И рука уходит быстро-быстро энергично с трением назад. То есть основа всех наших движений кровь, римф, межклеточная жидкость всю толкать снизу вверх. Получается, смотрите, чтобы я не ударил своей рукой по его руке, я руку припеваю сжать в кулак здесь. Движение получается более массивное. Не короткое такое, а по всему телу. Чтобы, естественно, его больше прокрывает. И, соответственно, у некоторых позвонки бывают, выпирают ассисты отростки, да? Постарайтесь такую диагональ, чтобы не задевать по позвонкам локтем. Это достаточно болезненно, неприятно. Черт, показываю, да? Видите, длинное движение. Вот. Это был сет номер один, растирающий, да? В следующем сете мы поговорим о вибрационных техниках. Во всех ракурсах проверим вибрации. Это был сет номер два. С вами был Олег Алабудин. Подписка. Не приходите на тренинги.